В ходе очередного рейда сотрудники ДПП в 11 микрорайоне задержали автомашину «Опель», водитель которой в нарушении правил дорожного движения передвигался, не пристегнувшись ремнем безопасности. В ходе проверки документов у водителя полицейский зарегистрировали еще одно нарушение. Впрочем, владелец «Опеля» утверждал, что его остановили безосновательно. Нас остановили без всяких на то причин, я правил дорожного движения не нарушал. Потом, да, мой пассажир вышел из машины, но только после того, как нас незаконно остановили, а затем он снова сел в автомашину. Выход из автомобиля без разрешения инспектора ДПП считается нарушением. Поэтому полицейские привлекли водителя к ответственности по двум статьям административного кодекса. Сотрудники Сарагашского РОВД раскрыли факт злостного хулиганства. Полицейским пришло сообщение о том, что в районную больницу Сарагаша поступили двое молодых людей, мужчина и женщина, с огнестрельными ранениями. По словам потерпевших, они разговаривали на обочине дороги, когда к ним подъехала автомашина «Ауди», из которой вышли четверо мужчин с оружием, нанесли им огнестрельные ранения и скрылись с места происшествия. По словам пострадавших, автомашина была без наберных знаков, но, несмотря на минимум информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали нападавших. Сейчас один из подозреваемых в преступлении задержан и заключен в изолятор временного содержания. Ведется поиск остальных преступников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным оказался ранний судимый 36-летний житель Джамбульской области. Ведется поиск остальных подозреваемых. Днем примерно в 12 часов к сотрудникам оперативно-спасательного отряда департамента ПАЧС за помощью обратились жители микрорайона Кайпас-2. Горожане сообщили, что в саду ползает змея довольно больших размеров, угрожая здоровью хозяев дома. Прибывшие на место вызова спасатели при помощи специальных устройств рептилию отловили. Змея оказалась не ядовитой. Спасатели вывезли ее в безлюдное место и отпустили на руну.